На прошлой неделе глава региона провел ряд важных переговоров с руководителями федеральных ведомств. Продуктивно прошла встреча с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Он поддержал инициативу Ульяновской области о расширении индустриального парка Заволжье по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Реализация проекта позволит вывести малый и средний бизнес из тени, будет способствовать цивилизованному развитию промышленных площадок. И речь, прежде всего, о так называемых гаражных производствах. Как следствие, будут увеличены налоговые доходы областного бюджета, сформированы официальные рабочие места для наших жителей. Губернатор рассказал о сотрудничестве Ульяновской области с Лутугинским районом Луганской области. На подшефной территории проживает 60 тысяч человек. Сейчас там работают 4 специалиста из Ульяновской области. Отмечу, что помощь оказывается без привлечения средств областного бюджета. Кроме того, вчера в Ульяновске на базе Дома прав человека в Ульяновской области открылся пункт сбора гуманитарной помощи для жителей указанного района. Приглашаю всех неравнодушных ульяновцев, предприятия и организации присоединиться к этой благотворительной акции и внести свою лепту в дело помощи нуждающимся соотечественникам. На аппаратном совещании правительства директор фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области Руслан Харуддинов рассказал о замене лифтового оборудования. Ремонт лифтов – один из самых сложных и затратных видов работ. В Ульяновске 2693 лифта требуют замены. Их срок эксплуатации превышает 25 лет. С 2014 по 2021 годы по программе капитального ремонта были заменены только 158 лифтов, в том числе с 2017 по 2021 годы – 11 в трех многоквартирных домах. Объем очень маленький для Ульяновской области. При поддержке губернатора Алексея Русски в 2022 году в бюджете были предусмотрены денежные средства в размере 100 миллионов рублей на поддержку мероприятий по финансированию замены старых подъемных механизмов на квартирных домах, благодаря чему жители получат софинансирование в размере 1 149 000 рублей на один лифт, что составляет примерно 40% от стоимости замены лифтового оборудования с истекшим сроком эксплуатации. В Ульяновской области продолжается капитальный ремонт школ. В 2022 году в нашем регионе капитально отремонтируют Октябрьскую среднюю школу в Радищевском районе, школу в селе Никольское на Черемшане, поселке Муловка, селе Сара, а также Кадетскую школу-интернат и школу-интернат номер 26 в Ульяновске. Ремонты в школах должны завершиться к 1 сентября. Этот срок установило Министерство просвещения Российской Федерации. Более 419 миллионов из консолидированного бюджета выделены на эти цели. Причем надо сказать, что в капремонт школ включен не только сам капремонт, но еще и соответствующие мероприятия, которые позволят не только провести работы по капитальному ремонту, но и оснастить школы современным оборудованием, учебниками, учебной литературой. И кроме того, что немаловажно, повысить квалификацию педагогов наших. В Ульяновской области на прошлой неделе жители нескольких населенных пунктов оставались без воды. Все эти инциденты были связаны с проведением ремонтных работ или порывами на сетях водоснабжения. И Покровский Цельнинского района, и Богдашкино-Чердоклинского района, Корсун, улица Анисима, Большие Ключищи, Шарло-Вишкаемского района. Все эти объекты на сегодняшний день не испытывают перебоев водоснабжения. Все происходит в штатном режиме. С заявителями, которые обращались, мы информационную работу провели, разъяснение дали. В Ульяновской области аграрии готовятся к уборочной кампании и заготовке кормов на предстоящую зиму. В уборке урожая будет задействовано более 1600 единиц техники, которая полностью готова к работе. В целях полномерного проведения уборочных работ совместно с муниципальными образованиями разработаны ряд норматив правовых актов, которые позволяют нам с вами контролировать все процессы на протяжении уборочного периода до конца практически года. Хочу отметить, что в этом году у нас с вами предстоит убрать всего 1 миллион 82 тысячи гектар зерновых и зербобовых культур, а также технических культур. На заседании штаба также обсудили помощь погорельцам, чье жилье пострадало в пожарах на улице Станкостроителей в Ульяновске и в Барыше. Борьбу шел капрядом, информационную и антитеррористическую безопасность. Вновь коснулись ситуации с заболеваемостью коронавирусом. За неделю число заболевших COVID-19 в регионе снова выросло на 28%. Ульяновцам рекомендовали беречь здоровье и ревакцинироваться.